Не по своей воле оказался в Казахстане и всем сердцем полюбил его. 28 октября Геральду Бельгеру исполнилось бы 85 лет. В канун его юбилея по всей стране организовали вечера памяти выдающегося писателя, прозаика и переводчика. В областном центре такие мероприятия прошли и в СКГУ, и областной библиотеке имени Сабита Муканова. О людях, которые изменили свой взгляд на жизнь, благодаря человеку с душой настоящего кочевника, наш следующий материал. В римской аудитории Североказахстанского государственного университета собрались ученые, педагоги, а также студенты, которые не один год изучали биографию работы Геральда Бельгера. Каждый этап становления этой выдающейся личности для них предмет интересного исследования. Его исторические корни, депортация в Казахстан, непростые годы жизни на незнакомой земле. Абсолютно чужая по духу и ментальности страна сформировала личность Геральда Карловича и восприятие мира. Вторая родина подарила ему яркий, уникальный профессиональный путь и признание. Через Геральда Карловича Германия узнала о культуре, о самобытных нравах казахов, казахстанцев. Хотели бы, чтобы гражданское общество Казахстана и гражданское общество Германии находились в постоянном диалоге. У нас есть много общего. Сделать это можно через проникновение культур, изучать традиции, обычаи и, конечно же, язык. Только через все это можно постичь душу другого народа, говорил Геральд Бельгер. Чтобы узнать уникальные факты о жизни и творчестве писателя, прозаика-переводчика, нужно идти в архив президента Казахстана, говорит Евгения Чиликова. Доступ к большинству материалов Геральда Карловича там открыт для всех. Особую ценность представляют письма писателя, отправленные разным политическим фигурам. Тысячи писем. Письма есть как крупным общественным деятелям. Есть письма к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Есть письма, переписка писал Геральду Карловичу и Нурсултан Айбишевич Назарбаев. Он писал Горбачеву и просил о том, что указы были даны о реабилитации немцев. Эти указы были опубликованы только в немецкой газете. И получили малую огласку. А он просил, что это неправильно. Для того, чтобы мы чувствовали себя такими же гражданами, как все, мы хотели бы, чтобы эти указы были опубликованы и были доступны широкой массе людей. Примота, нетерпимость к несправедливости и бесконечное чувство патриотизма, которого не хватает некоторым коренным казахстанцам. Эти качества Геральда Карловича нашли отражение в сердце Раушан Альжановой. Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин военного института вместе со студентами пришла на вечер памяти Геральда Бельгера, который проходил в библиотеке имени Сабита Муканова. Критик, философ, мыслитель. Казахский Ахсакал, можно его назвать. Человек, который очень много сделал для нашего народа. Наверное, даже очень близко мне я определила его мысль о том, что казахам нельзя делиться, что сила казахов в единстве. Он полюбил казахский народ за вот эту общность, ментальность. С большим трепетом к Геральду Бельгеру относится и Акнур Базарбекова. Без помощи его отца-медика она бы не появилась на свет. Сейчас женщина работает с преподавателем в гуманитарно-техническом колледже. Там же заведует музеем памяти выдающегося писателя. К созданию музея мы подошли ответственно. Съездили в деревню, где он жил, взяли некоторые его личные вещи. Поговорили со старожилами. Они знали Геральда Бельгера еще со всем ребенком. Он подарил нам бесценное наследие. А мы ему память. Много лет назад в районе Шалакы на одну из улиц назвали именем Геральда Бельгера. Два дня назад то же самое решили сделать в Алматы. Дарья Пашмыцова, Русам Тлиужанов, Новости МТРК.